Наш мир является копией духовного мира. В духовном у нас есть от нуля и до бесконечности четыре стадии желания получать. Это желание получать, оно смешивается со светом, в нем формируются десять сферот, эти десять сферот, они затем проходят через разбиение, смешиваются друг с другом и становятся двумя системами, системой святости и системой нечистоты. А в духовном они находятся одна против другой, человек должен быть между ними в середине и постоянно внутри себя стараться связать между ними обоими. Не просто не обращать внимания на нечистую силу, на клепу, но он должен клепу подвести под власть святости для того, чтобы они в такой форме соединились между собой, то есть чтобы святость, намерение ради отдачи, властвовало бы над желанием получить ради себя, над клепой. И когда эти две системы устанавливаются таким образом, одна против другой в духовном, это дает нам святость и нечистота к душа и клепа. Это дает нам в этом мире, под Максомом, так же как и здесь, над Максомом, у нас есть уровень неживого, растительного, животного и человеческого. Что бы не подумали, что это Митбар, пустыня. Поэтому, так же здесь под Максомом у нас есть то же самое, то же самое копия этого, одно против другого. Святость, как бы святость, потому что в этом мире нету, здесь все является отдачей в духовном мире. Так же клепа, нечистая сила, она тоже хочет получить от кого? От Творца. А здесь полностью получение. А получение ради себя маленькое, но в любом случае так же и в нашем мире есть нечто подобное святости и нечто подобное клепе, нечистоте. То есть копия этих двух вещей. Так же на уровнях неживом, растительном, животном и человеческом. Спасибо.